Артём, привет! Можно на два слова? Ааа, да ты что, ну просто такой, да! Ах, вот! Тарасенко Владимировна, вы наша звезда, наша горсть, я даже растерялась. Здесь фонарин, Тарасенко, оказывается. Я знаю, а где этот, Саша, который... А не просто ничего? Овечкин ещё здесь? Здесь и Овечкин, товарищи, я всё пропустила. Уважаемые болельщики, здравствуйте, я приветствую вас в Ледовом. Это первая игра сезона 2016-2017. Уверяю вас, нас ожидает очень интересная игра. Играем мы сегодня с Словатом Юлаевым. В принципе, эту игру можно было бы назвать обыкновенной, ничего в ней такого особенного. Надо только учитывать, что в прошлом году Словат вышел в финал конференции Востока и проиграл там будущему чемпиону Магнитогорскому металлургу. Но есть одна маленькая интрига. Руководит командой Словат Игорь Захаркин, тренер, который вместе с Вячеславом Быковым привёл СКА к победе в Кубке Гагарина. Первый раз в истории СКА. Вот такая небольшая интрига самого матча. Но она ждёт увлекательная борьба. Почему-то интуиция подсказывает мне, что это будет очень зажигательный, яркий матч. И я уже видела, как собираются на трибунах зрители. И даже с утра буквально в метро можно было увидеть много ребят, мальчишек, девчонок, взрослых людей в амуниции СКА. То есть они так поехали буквально на работу, чтобы потом сразу после трудного дня поехать в Ледовый. Один из ветеранов фанатского движения. На самом деле Андрей стесняется, но Андрюша это человек-бренд. Его боятся болельщики Спартака, а Мила Шерджига, тренер чешский, просто трепещет, когда вспоминает его имя. Андрюш, скажи, сколько лет у тебя уже болельщикского стажа? Активного. С 1987 года это получается 29. 29 лет. Какой сезон самый запоминающийся? Самый запоминающийся. Пожалуй, я отвечу несколько странно, но это сезон 0-0-0-1, когда команда была совершенно нищая, когда мы потерпели, по-моему, 19 поражений подряд. Ну, это было очень, с одной стороны, морально тяжело, когда ты, например, едешь на выезд и точно знаешь, что проиграем, но не знаешь только с каким счетом достойно будут выступать или развалиться. А с другой стороны, это очень тогда здорово сплотило тех людей, кто остался вокруг команды, и сезон в этом плане был достаточно романтичный, я бы сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ Талисман хоккейного клубовска номер 46-й конь Огня! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, именно вот этим вот агрегатом только что сбили нашего коня Огня, который упал. Ну, я не знаю, говорят, иногда и конь спотыкается. Ну, вот сейчас мы увидим Колю Малахова, который в шкуре коня у нас уже который год выходит на лед и спросим, что же такое случилось. А коня Огонька не видели? Ах, вот! Ах, вот! Ну, Коленька, рассказывай, как ты докатился до такой жизни, как же ты споткнулся-то, конь ты наш не спотыкавший. Да не споткнулся я, это все было нарочно, это было по сценарию задумано. Нет? Да? Мне показалось, что тебя диджейским пультом сбили, но я уже диджейский пульт наказала там. Отлично, ну, он был для меня сущий такой, непонятно, что он делает на моей дорожке? Это моя дорожка световая всегда, вот, а, нет. Ну, на самом деле, я не знаю, как это выглядело со стороны, наверное, было очень комично. Ну, комично, нет, я на самом деле думал, что ты как Харламов со сломанной ногой вышел и улыбаешься, бежишь там мимо трибуна, на самом деле тебе там жутко больно. Нет, слава богу, не было, да, ну, было, ну, так, неожиданно, приятное удивление такое. Вот сейчас встретила двух талисманов, которые раньше были зайцем и волком, и они говорят, что вы эволюционировали в людей, потому что теперь они просто, да, в обычной одежде. Нет, у меня нет плана эволюционировать в человека, вот, по крайней мере, в Ледовом дворце, ну, надеюсь, еще в разных других. Коленька, а сколько ты уже в нашем стойле, в армейском? Со второго сезона. Восьмой сезон, да. Восьмой сезон. Ветеран нашей конюшни Николай Малахов, спасибо ему, Коленька. Спасибо, Данечка. Мы тебя всегда рады. Привет! С началом сезона мы находимся на третьем этаже, сюда вход ограничен. И здесь могут находиться люди по билетам в ложе, соответственно, но здесь находятся всякие вип-персоны, можно актеров разных встретить. А простые болельщики, вот, Борода, Серега и все остальные, они внизу тасы. Так что мы сейчас вознеслись, так сказать, над землей. Здравствуйте. 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 Рада видеть. Здравствуйте. Как дела? Нормально, как Ваша? Замечательно. Как Олимпиада? Ну, хорошо, хорошо. Ну, как хорошо, но я считаю, что в той ситуации, то, что там устроили нам, я думаю, что это идеальный вариант. Рада Вас видеть. Вы прям как Остап Бендер в белом Василе. Специально, чтобы Юрий Георгиевич. Пока. Пока побежали мы дальше. Артем, привет. Привет. Можно на два слова? Ааа, да ты что, ну просто такой, да. Нельзя. Вообще нельзя, да. Ну, нельзя, видишь. Ну, вообще по контракту в НХЛ такое действительно бывает, что нельзя сниматься. Но это, конечно, то, что мы встретили из Ницова и Панарина, это большой успех для журналистов. Это один из немногих питерских воспитанников, вратарь Никита Стариков. Мы его очень хорошо все знаем. Вот и очень по нему соскучились. Никита, ты сейчас где? Сейчас я в Питере. Пришлом от хоккейта. Валерийская любимая команда. Давно не был. Семи лет. Поэтому сейчас не создаюсь в хоккей. Но здесь ты случайно или? Пока смотрю. Просто, да, пришел в хоккей посмотреть. Скорее всего, с хоккеем закончу. Думаю просто, как себя реализовать. Планов много, целей много. Поэтому выбираю. Я хочу остаться в хоккее. Думаю, может и тренировать, и что угодно. Я готов к всему к любому зону. Вот сейчас в Салавате играет Гаврилов. Это питерский воспитанник. Вы дружите, вы общаетесь. Что ты можешь об этом парне сказать? Ну, лика вместе как-то росли, пересекались? Ну, мы летом, в принципе, катаемся. Да, готовимся к сезону. Но он с детства старательный, габаритный. У него свой стиль такой. А, кстати, галкиперу как против родной команды играть? Это сложнее или, в общем-то, легче? Это уже зависит от подготовки психологического вратаря. Один может действительно там что-то доказать тренеру и перегореть просто. Кто-то, ну, обычно играю, выиграл. Главное, победить не важно с ним играть. Это уже для самого вратаря. Никита, кому сложнее пробить состав? Галкиперу или, допустим, нападающими, полевому игроку? Вратарей там стоит меньше. Тарасинка Владимировна, вы наша звезда, в нашем городе, я даже растерялась. Вы приехали в свой бывший клуб, можно сказать. Вы как здесь все оказались? Вот Артем Панарин, Кузнецов, вы это же... Собрались просто. Все дружим, хорошо собрались. Все смотреть, поддержать скаприки. Нам доверили сбрасывание сделать стартово, поэтому... Так а вы просто сюда приехали в Питер погостить? Или у вас здесь может быть квартира? Вот Артемий вроде рассказывал, что у него квартира есть, да? Нет, у меня нет квартир. Мы просто тренируемся вместе. В Питере готовитесь к сезону. А вы знаете, что раньше? Вот Овечкин приезжал, Малкин, они тоже готовились в Петербурге к сезону. Это была какая-то традиция, но потом она исчезла. Это было, по-моему, при Барри Смите. А сейчас вы хотите возобновить эту историю? Да нет, у меня есть где готовиться. Я обычно готовлюсь в Новосибирске и Центусе. Но в этот раз решили здесь потренироваться с ребятами, собраться, поэтому... А что для вас Петербург остался вам как-то в сердце? Вот Артемий всегда говорит, что Петербург для него родной город и у него там самые замечательные воспоминания. А для вас? Ну, я думаю, что у меня в обоих городах очень замечательные воспоминания в Новосибирске и в Петербурге, поэтому всегда приятно здесь находиться. Но тяжело представляется, что прошло уже четыре года с момента, когда здесь последний раз был. Но болельщики также хорошо поддерживают команду, ребята хорошо играют, поэтому мало что изменилось. Огонь здесь Фанарин, Тарасенко оказывается. Я знаю, а где этот Саша, который... Они просто не делают? Овечкин еще здесь? Здесь и Овечкин, товарищи. Как вам тренируется-то в Петербурге или вы так просто из наркопа видать пришли? Мы приехали на хоккей. Приехали на хоккей? Да, посмотреть матч с кап. А когда ты последний раз был в Ледовом? В 2019 году. И как-то изменилось все? Ну, обстановка изменилась, на самом деле. В 2019 году, не помню, я выступал на льду. Сейчас сегодня выступал в роли зрителей. Могу сказать, что инвестиционные вопросы на высшем уровне поставлены. Атмосфера замечательная. Болельщики здорово болели сегодня. Питер, Питер, Вилал. И вообще, вся команда сбора всего. И пятерка. Хвальчук, Хлотников, Датцук. Увидели. Увидели. Когда вас люди видят, вообще в обморок-то не падает? Женщины там скорую не надо вызывать? Никто не падает. Не узнают? Когда видят овечки, я думаю, что падает в обморок. Не узнают разве? Нет. Не может быть такого? Забыли уже. Пора напомнить о себе. А где вы все тренируетесь? Вот вы пришли сюда. Тут остальные ребята. Они... Я просто даже... Я очень удивлена, честно говоря. Емелин сидит. Мы не тренируемся. Мы просто приехали посмотреть. А какая-то культурная программа будет? Может быть, у нас будет? Надеюсь, что будет. Это была рубрика No Criminality. Смотрите ее на сайте Sports Daily.ru. Ну, а мы с вами еще увидимся. Пока. Таня Чернова была с вами сегодня.